Продолжение следует... 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 мы теперь в современном мире называем словом «корень из двух». Вот. И вот, собственно, вот этот самый Евдокс, он доказал совершенно строго, что этот «корень из двух» не может быть записан как отношение кукциевых чисел, то есть с точки зрения пихогорейского прыжка числом не является. Но как же он может не являться числом, если он задает длину по мне определенного отреза? Он должен быть числом. Но вот они как бы встретились с жестокой реальностью в тот момент, ну какое-то время, видимо, ее. Трудно было принять. Но потом она вошла в наш опехот совершенно твердо. Впоследствии примерно такая же революция произошла с корнем из минус единицы. То есть его тоже, так сказать, не хотели принимать, называли ним, он зачем, догнали отовсюду. Но все равно он нашел свое место, он превратился в комплексные числа, в которых период сейчас вся математика и физика целиком. Ну давайте пока мы будем говорить, а вот зеленый не стирается вообще. Да. Перманентный маркер. Ну, значит, эта картина будет нам светить, как маяк. Ну, хорошо, пусть будет картина. Вот. Итак, сейчас я проведу некоторое строгое математическое рассуждение, в результате которого мы все будем убеждены в том, что этот колень из двух не есть тропь никакая. – Ну, начнем с некоторого, еще одного знакомого вам тождества, которое мы сейчас тоже увидим. Вообще, так сказать, если мы проводим занятия, типа, как последователи школы древних греков, да, то мы должны стараться видеть как можно больше и вязать формулу как можно меньше. Ну, уж там насчет формулы – это уж как получится, может быть, их и будет много все равно. Но видеть нужно как можно больше. Давайте увидим некоторую формулу, которую вы знаете из школы. Пусть есть некоторые два числа – А и Б. Но для простоты положительных, там, с отрицательными уже потом отдельный разговор всегда идет, там, это просто манипуляция со знаками, когда отрицательные числа, с ними какие-то тоже стручиваются. Это просто то же самое с положительными, только там нужно за знаками следить. Значит, я сейчас беру некоторый квадрат, да, и вот квадрат именно со стороны А. Ну, а Б, допустим, оно меньше размером, да, и я вырезаю из А вот какой-то, значит, соответственно, маленький уже квадратик, который будет со стороной Б. А. Вот. Значит, вот это вот Б, вот это А, ну и тогда то, что внутри, остается вот здесь. Чему равно по площади? Ну, очевидно, с чего вы диктуете? А квадрат минус Б квадрат? Несомненно. Из одного квадрата вырезал другой. То есть осталась эта разность квадратов, да, площадь разность квадратов. А теперь я делаю некоторое действие такое. Я беру вот этот прямоугольник, вот этот прямоугольник, да, и его вот так вот кладу на бок, вот отсюда отсчитываю его, вот сюда. То есть вот это перенес сюда. Так. То есть вместо вот такой загогольной я рассматриваю вот такой вот красивенький прямоугольник, очевидно, той же площади, что и загогольную, да? Ну, взял загогольную, взял, отрезал кусок, сюда приставил. Значит, та же площадь. Ну, давайте посмотрим, какие у него стороны у прямоугольника. Вот эта сторона какая? А минус Б. А это? А плюс Б. Ну, вот, собственно, мы установили по-гречески с помощью древнегреческой математики хорошо знакомую вам формулу, которая есть разность квадратов, да? Значит, хорошо. Теперь мы подставим вместо А корень из двух, а вместо Б единицу. Тогда какое получается у меня в результате тождество числовое уже, чисто числовое тождество? 2 минус 1. Это не 4, это 2. Это корень из двух, возведенный квадрат, да? 2 минус 1, ну, то есть 1, равен чему? Ну, корень из двух минус 1. Корень из двух плюс 1. Действительно. Получается такое замечательное тождество. Вот. Или что то же самое. 1 плюс корень из двух. Это, на самом деле, 1 делить на корень из двух минус 1. Это я просто поделил на одну из скобок. И вот это я хочу запомнить. Сейчас я проделаю некоторую операцию. Значит, я сейчас буду делать операцию, которая называется разложение в цепную дробь. Ну, и вот это, если вы не были на кружках, в школьной программе этого, к сожалению, нет. Хотя этим еще, значит, Евквит с Пифагором этим вполне увлекались. Евквит это, судя по всему, Евквит это выдумал. Значит, такой прием. Прием задания чисел. Ну, сейчас я проиллюстрирую на каком-нибудь нормальном человеческом числе. Ну, скажем, на числе двадцать одна тринадцатая. Почему-то именно на таком. Почему это чуть позже тоже станет. Понятно? Вот. Значит, давайте проделаем операцию. Выделяем целую часть. Чему она равна? Одно целую часть. Единица. Остается восемь тринадцатых. Вот. И вот эту восемь тринадцатых я переворачиваю наизнанку. И у меня получается тринадцать восьмых. Ну, дроби тогда устроены. А на В и В на А противоположные. Теперь я опять, коль уж у меня опять получилась дробь, которая неправильная такая, да? У меня числитель больше, знаменатель. Я опять могу выделить целую часть. Чему она равна? Тринадцатых восьмых. Единица. А сколько остается? Пять восьмых. Пять восьмых. А если перевернуть, то? Восемь пятых. Восемь пятых. А если выделить целую часть? Одна целая. Один. Три пятых. Плюс? Три пятых. Три пятых. А если перевернуть? Пять третьих. Пять третьих. Выделить целую часть? Одна целая. Один. Остается? Две третьих. Две третьих. Перевернуть? Три вторых. Выделить целую часть? Одна целая. Один. Вот. И остается? Одна вторая. А тут уже выделять целую часть мы выделили, получилась цена же. Двойка и больше ничего нет. И здесь я поставил жирную точку. Вот это называется разложением в цепную дробь обычной дроби. Любую дробь можно превратить в цепную таким образом. Ну, довольно понятно, да, что то же самое можно делать. Только там не обязательно будут единицы вот так вот один за другим вылезать. А могут быть совершенно произвольные числа. Вот. Например, давайте вот такое число сейчас возьмем. Так. Триста пятьдесят пять. Делить на сто тринадцать. Давайте разложим. Почему такое тоже… Вот здесь будут два странных числа, да, написано некоторое время. Потом они в дальнейшем как ружье выстрелят в какой-то момент. Ну, там… Про это мы можем сразу что-нибудь понять, если у вас есть с собой калькуляторы. Но не сию секунду. А пока давайте разложим. Значит, сколько здесь целых? Три, да? Так. А сколько остается? Шестнадцать сто тринадцатых, да? Так. А это один делить на сто тринадцать шестнадцатых? Сто тринадцать шестнадцатых. Чего там? Семь, да? Семь, шесть, сорок, два, двадцать четыре в уме. Ну, да. Значит, получается, семь остается… Сколько шестнадцатых? Одна. Ага. Так. Вот. Видите, тут совершенно другие числа. Тут какие-то огромные вылезли. То есть вот то, что вот здесь будут единицы, это совершенно не очевидно, а наверху по определению, по построению всегда будут единицы, потому что мы переворачиваем дроби. Вот. То есть цепная дробь – это такое вот выражение вида… Если математически написать А0 плюс 1 разделить на А1 плюс 1 разделить на А2 плюс 1 разделить на А3, ну, и там вот какое-то количество, ну, и там в конце стоит… Вот конечная цепная дробь – это вот такое выражение. Это конечная цепная дробь. Ну, и это всегда, если мы проведем операцию упрощения ее, то всегда получится какая-то обычная дробь. 1 разделить на А1. Чего? Какое-то целое число, делить на какое-то целое. Но я утверждаю, что обратное утверждение тоже верное, что если я взял какое-то отношение двух целых чисел и начал раскладывать цепную дробь, то в какой-то момент произойдет уже деление совсем нацело, и дальнейшего остатка не будет. Вот здесь это уже здесь произошло, здесь произошло через довольно много шагов. Ну, потому что уменьшаются, да? Вот у меня был числитель-знаменатель. Числитель… вот здесь будет остатком отделения этого на знаменатель. Остаток меньше, чем знаменатель, да? Переворачиваем. Теперь, наоборот, вот этот остаток, он стал нам… он стал знаменателем, а числитель стал то, что было знаменателем. Ну, и вот как бы мы снова делим с остатком, снова уменьшается по сравнению с предыдущим, да, знаменатель. Следующий будет еще меньше. То есть у меня вот эти вот знаменатели, которые тут возникали, они каждый раз все меньше и меньше становились. И понятно, что если у меня, там, если я проделаю количество действий, которое, там, равно просто значению первого знаменателя, да, вот там, в этом случае за сто тринадцать действий уж точно, да, все закончится. Потому что каждый раз будет убывать. На самом деле, он гораздо быстрее убывает. И вот, видите, здесь вообще за три закончилось. Там, там, то, что сколько-то… за несколько раз. Но ясно, что каждый раз знаменатель будет следующим меньше, чем предыдущий. Поэтому, в конце концов, возникнет делимость на целое, и дробь закончится. Ну, там, в самом большом случае, просто где-то единица будет, на единицу уж точно все делится. Вот, цепную. И любая конечная цепная означает некоторую дробь. Теперь, предположим, я вам предъявил какое-то число, у которого цепная дробь никогда не заканчивается. Что из этого мы, вывод какой, сделаем? Что его нельзя представить, как отношение двух целых чисел. То есть, если я определил число, начал распалывать цепную дробь, и вдруг обнаружилось, что, собственно, процесс не закончится никогда. Так я точно утверждаю, что оно не может быть дробью. Вот. И в голове у кружка Тифагорейцев возникает разрыв шаблона в этот момент, да? Нужно думать, что же делать. Но мы-то знаем, что просто есть огромное количество чисел, которые дробями не являются. Ну вот, давайте проделаем это с корнем из двух. Можете запомнить пока вот эту формулу? Вот эту формулу запомните. Я ее сейчас убираю. Она нам пригодится. То есть, один плюс корень из двух – это единица, деленная на корень из двух минус один. Поехали. Корень из двух. Выделяем целую часть. Один. Потому что двойка уже больше. Так. Остается корень из двух минус один. Переворачиваем. И здесь возникает корень из двух плюс один. Потому что это и это противоположны друг другу. Согласны? Выделяем целую часть из этого. Между какими двумя целыми числами лежит это число. 2 и 3. Да. 2 и 3. Между 2 и 3. То есть, корень из двух – он между 1 и 2? Да. А корень из двух плюс один, соответственно, между 2 и 3. 2. А сколько остается? Корень из двух минус один. Ааа. Ну, смотрите. У вас была информатика? Есть информатика? Да. Есть? У вас учение, что такое рекурсия? Что такое рекурсия? Это когда что-то повторилось и возникла ровно та же ситуация. Значит, это повторится бесконечное число раз. В нашем случае мы опять переворачиваем вот это и получаем, что вместо корень из двух минус один мы можем поставить один делить на корень из двух плюс один. Из этого опять выделяем двойку и то же самое, да? И ясно, что этот процесс никогда и не закончится, потому что каждый раз мы будем из одного и того же выделять целую часть, каждый раз будет выделяться двойка, остальное переворачиваться, выделяться двойка, переворачиваться. И так до бесконечности будет продолжаться в явном виде. Возникла рекурсия, возникла бесконечность. Всё. Значит, корень из двух не может быть m разделить на n, потому что в противном случае бесконечность бы не возникла. Ну вот, собственно, это одно из рассуждений, которое является строгим доказательством того, что корень из двух не является числом рациональным, то есть дробным. Так, по корень из двух сейчас ещё пару слов мы скажем, а пока давайте вернёмся сюда. Кто знает, что это за числа 21 и 13, кроме взрослых? Откуда они взялись? И вот если эти два числа играют какую-то важную роль, да, то какое предыдущее, какое следующее? Сейчас я возьму этот самый, попью немножко, а вы пока думаете. Это число Фибоначчи, нет? Да, это число Фибоначчи. Совершенно верно. Какое предыдущее, какое последующее? Я не помню это. Ну, а ты помнишь, что такое число Фибоначчи? Ну, 1 плюс 1, это 2. 2 плюс 1, это 3. 3 плюс 2, это 5. Сумма предыдущих двух, каждый раз, да? Сумма предыдущих двух. Да, то есть 2 плюс 3, это 5. 5 плюс 3, это 8. 8 плюс 5, 13. 13 плюс 8, 21. 21 плюс 13, 34. Дальше будет 55, 8 и 10, 144, 30 и 33, дальше не помню. Вот. В общем, это вот последовательность, которая бесконечная. Она вот растет, 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 и она уходит там куда-то, бесконечно с некоторой скоростью. А, я. Я начал говорить без микрофона, да? Вот. Ну и, вот это вот очень, значит, это, то, что здесь возникли единицы сплошные, это связано ровно с тем, что это число Фибоначчи. То есть, что сумма двух предыдущих равна следующим, очень легко понять, что это и означает как раз то, что на каждом шаге появляется единица, кроме самого последнего шага. Впрочем, здесь тоже можно написать 1 плюс 1, и тогда вообще будет состоять из таких единиц. Вот. И что хорошо видно, да, что если мы увеличиваем вот эти числа, увеличиваем, увеличиваем их, то количество этажей дроби каждый раз вырастает на единичку, но принцип сохраняется, сплошные единицы. Ну и в некотором смысле, который будет прояснён, если вы пойдёте заниматься нормальной математикой, вы столкнётесь с понятием предела, предела последовательности чисел. То есть, что вот у меня дроби вот эти, 21, 13, 34, 21, потом будет 55, 34, в этот последовательный соотношений, она как бы стабилизируется в некоторой точке. То есть, две соседние друг от друга уже становятся всё менее и менее различимыми, и вообще, как бы, если я взял много-много подряды таких дробей, они всё ближе к некоторой точке становятся. К одной и той же точке они вот, эти дроби, стремятся. Ну и ясно, что если это так, то эта точка должна записаться в бесконечно цепной дроби из одних и делиться. Ну, как бы, по сути, да, раз каждый этаж добавляет. Ну и вот, если мы исходим из этого интуитивного понимания понятия предел, то тоже, как бы, я могу сказать, корень из двух – это то число, к которому стремятся вот эти вот конечные, конечно отсечённые этажи. то есть один, потом три вторых, тут там будет, типа, семь пятых, наверное, да? Ну и вот так, один за другим мы вычисляем дроби, и они всё ближе и ближе к вот этому числу корень из двух оказываются. А там, соответственно, дроби из числа Фибоначчи, они тоже приближаются к какому-то числу. Ну вот, давайте про, во-первых, вычислим вот число, которое получается, если я напишу бесконечное количество этажей. Как ни странно, вычислить его гораздо проще, чем если я вычислию количество число этажей. Сейчас вы увидите, как это может быть. Ну и потом про приближение ещё немножко поговорим. Значит, итак, я хочу узнать, чему равно вот такое число, если оно вообще, ну, чему-то равно, да? Если оно не задаёт последовательность приближения и стремящихся к бесконечности. Но вот это довольно просто будет доказать, когда вы узнаете высокую науку, что действительно оно, это вполне конкретное число, предел вот этих дробей. Ну вот давайте его обозначим за х. Как его тогда вычислить, если я его обозначил за х? Давайте посмотрим на следующий этаж. Следующий этаж. Начинается вот здесь единица. И если всё вместе равно х, то чему равен вот весь оставшийся остаток? А как вот этот остаток связан со всем числом одновременно? Ну вот смотрите, вот х, да? А вот то, что начинается отсюда и тоже как-то какое-то число задаёт. Какое число? Да, с одной стороны, действительно, нет, 1 плюс 1 делить на х как раз будет вот это число. Вот я хочу сказать, что это вот ничем не отличается от всего целиком. То есть этаж, который взят отсюда, это бесконечное количество этажей цепной дроби. Этаж, который взят со второго шага тоже является бесконечным количеством этажей цепной дроби. Значит, то, что внизу, зелёным, обозначен тот же самый х. А вот теперь уже можно записать, что это означает, что х должен быть равен 1 плюс 1 разделить на х. Потому что вот эта бесконечная дробь это 1 плюс 1 делить на такую же в точности бесконечную дробь. Значит, если это х, то х это 1 плюс 1 делить на х. То есть получается вот такое уравнение. Его можно решить. Х квадрат равно х плюс 1. Или х квадрат минус х минус 1 равно 0. Так, здесь вы мне поможете, правда, школьники? Да, они прямо сейчас по одному начнут выходить и помогать. Ну, кто решал квадратное уравнение? Ну, корень из 5. Диктуйте. Ну, 1 плюс 4. 1. Плюс 4. Плюс, а может быть, минус? Что? 4. Почему 4? 4, корень из 5, да. Ну, и поделить на 2. Да. Вот. Но, действительно, если я возьму минус, получится отрезательное число. А отношения, ну, ясно, что отношения вот эти, они все положительные, и если они в пределе к чему-то приближаются, то тоже положительное число. Поэтому в данном случае надо взять именно плюс, и получается ответ, что цепная дробь из одних единиц обозначает вот такое вот число. Кто знает, кроме взрослых, его название? Какие еще есть буквы в этом слове? Сейчас, так. Так. Это два слова, да. Ага. Ага. И здесь буква Е. Прекрасно. Что-то уравнивается. Играем в поле чудес. Да. О. Так. О. 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 Золотое сечение. Да. Золотое сечение. Молодец. Ух ты. Кто у нас там молодец? Я не расслышала. Подними руку. О. О. Аня, а у вас был шанс получить отвертую паузу? О. О. В общем, это действительно то самое знаменитое золотое сечение, которое появляется во многих видах, во многих задачах. Оно появляется, в общем, оно связано тоже с корнем, только из пяти, а не из двух. Вот у нас лекция математика квадратных корней, будут разные квадратные корни из разных чисел. Появилось число корень из пяти. Оно и из того, что мы получили, заодно ясно, что корень из пяти – это тоже не дробь. Потому что если бы она была дробь, то и х, вот этот вот, был бы тоже дробью, да? Если бы это дробь была, то и дробь плюс один делить на два – это тоже дробь. Но тогда бы она выражалась конечной цепной дробью, а она выражается бесконечной. То есть всегда, когда у вас есть ответ, что что-то оказалось бесконечной цепной дробью, вы уже совершенно точно можете сказать, что это что-то является не обычной дробью, а иррациональными, как говорят математическим числом. То есть не дробь – это, как говорят, иррациональное число. Так, хорошо. А вот теперь фокус-мокус. У кого калькулятор с тобой? Сейчас продиктуешь, чему это равно с точностью до какого-нибудь знака. Вот это вот 355, сто тринадцатых. Диктуй мне прямо вот подряд. 3,14,15,92,92,04. Так. Узнаете или нет? А кто помнит много знаков числа пи? 1,4,15,92,65. Молодец! 9,2,65. Потом 3,5, по-моему. Да, дальше что-то еще. Вот. Но я к тому, что, смотрите, нас мистифицировали в течение шести знаков после запятой. Пи. То есть, какая-то дробь, какая-то плюгавая дробь, там, два целых числа в пределах тысячи, обозначает с огромной точностью число пи, с точностью одной миллионной. Здесь шесть знаков после запятой совпадают с числом пи. Ну, а вот это вот, так сказать, вот это приближение было известно очень давно, по-моему, даже в Древнем Египте еще. Но точно не помню. То есть это не отрожность? Нет, нет, пожалуй, я не прав. Китай. Китай, да? В Китае выдумали. Вот. Вот это приближение. Но они как бы, они не знали, как вообще такие приближения строят. Они нащупали это, вот, как-то нащупали. Но на самом деле есть очень хорошие, очень хорошие и важные результаты. Что вообще, если вы хотите получить какие-то хорошие приближения, то самые точные приближения всегда, без исключения, дает цепная дробь этого числа. То есть если вы пи раскладываете каким-то способом в цепную дробь, с помощью каких-то математических результатов, и обрубаете вот шаг за шагом, то это и будут те самые, самые крутые приближения, которые, вот, только можно получить, в принципе, если вы задаете задачей, ну, брать дроби с ограниченными числительными и знаменателями. То есть вот если вы ограничиваете, что знаменатель там не больше чего-то, тогда самая лучшая дробь будет как раз из цепной дроби. И то же самое про все остальные числа, про корень из пяти, вот этот вот плюс один пополам. То есть чтобы получить приближение к золотому сечению, самое лучшее приближение – это цепная дробь. Вот. А, соответственно, чтобы получить приближение к корню из двух, надо обрезать вот ту цепную дробь, которая у нас была. 1 плюс 1,9 на 2 плюс 1,9 на 2 плюс 1,9 на 2 плюс 1,9 на 2 плюс и так далее. То есть те, что сплошные двойки. Ну вот сейчас мы этот самый корень из двух пообрезаем. Вот. А пока до этого, до этого я хочу показать, как из этого вывести примерную скорость роста, примерную скорость роста последовательности Фибоначчи. То есть вот у меня есть вот эта последовательность, которую, так сказать, изучают в школе, которую придумал, как его, Леонардо Бризанский, да, по плечке Фибоначчи, предварительно отучившись, получив высшее образование в арабских странах. В тот момент это был центр мира интеллектуального арабских стран, а в Европе был мрак, он вообще. Средневековье. И он, значит, поехал в арабские страны получить образование, вернулся и стал одним из первых математиков Италии, собственно, первой математикой эпохи Возрождения. И дальше все пошло-поехало. И вот вопрос. Чему примерно равно, например, число Фибоначчи номер М? Приблизительно. Чему оно равно? То есть если вы, например, в каких-то учтениях вам потребуется сказать, какой порядок, да, порядок величины сотого числа Фибоначчи. Но вы же не бойтесь сидеть и складывать их до ста. Правильно? Вы, как математик, человек ленивый вообще. Он как бы долго-долго думает над чем-то. А считает он обычно мало. То есть когда возникает необходимость считать. Математик что-нибудь придумывает. Это знаменитая задача про Гаусса, да? Которому во втором классе дали вот такую задачу, вместе со всеми его одноклассниками. Потому что к учителю пришел какой-то друг, и они решили поболтать, загрузив весь класс. И Гаусс через две минуты сказал, ну так очевидно это 5050, потому что я могу ее же переписать вот так. И тогда удвоенная будет равна сумме вот таких вот столбиков, в каждом из столбиков сумме 101 получается. Вот. То есть удвоенная равна 111, взятая сто раз. То есть 10100. Делим на год, получаем 5050 и все. Вот такая классическая день математики, да? Мы не будем вычитывать эту сумму. Мы воспользуемся формулой, которую, значит, смог вывести маленький Гаусс. Ну понятно, она и до него была известна, но вот интересно, что он сам ее выдумывал на уроке, когда учитель решил их загрузить. Ну вот так же, не знаю, представим, что ваш учитель решил вас загрузить и дал вам задачу почитать сотни часов фибоначчи. А вы скажете, а-а-а, сейчас мы с жулием. Чему равно отношение К плюс первого к атому? Ну, в точности мы не знаем, но мы видим, что это очень близко к длинному бесконечному вот этому вот ряду единиц. А, значит, это примерно равно корень из пяти плюс один пополам. Ну, если так, то чему равно отношение через один? Ну-ка. Ну, давайте запишем так. Делить на фи К плюс один, умножить на фи К плюс один и делить на фи К. Тогда понятно? Отношение соседних, ну, которое равно фи n делить на фи один, потому что первое равно единице, оно будет примерно равно корень из пяти плюс один пополам в степени, ну да, n или n минус один, но это уже не имеет значения. Если вас спросят приблизительное, вы просто скажете, что, ну, сотое число примерно равно золотому сечению в сотой степени. И это будет довольно точная оценка. Ну, а в сотую степень развести какое-то десятичное число вот на калькуляторе это быстро сможете сделать. Квадрат, 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 это будет 64-й степень, потом умножаете, то уже вычислишь на 32-ю, да, знаете, как быстро степени, логарифмически быстро вычислять степень. Ну, это у вас, наверное, учили на информатике. В общем, вы это очень быстро сможете вычислить и сказать, что вот, пожалуйста, и это число Гиббоначчи примерно равно тому. Так, но давайте вернемся к нашему корню из двух и попробуем поисследовать их приближения, которые получаются. Итак, корень из двух – это бесконечно записанная вот такая цепная дробь. И корень из двух никогда не равен, он может быть лишь примерно равен m делить на n. Так, теперь у нас некоторые подготовительные действия. Если мы получили какое-то приближение к корню из двух, к вида m делить на n, ну не точное значение, а какое-то приближение, да? То тогда при возведении в квадрат тоже будет приближенное равенство. Какое это приближенное равенство? Что двойка, да? Будет примерно равна m2 делить на n2, где m и n – это целые числа. То есть это означает, что приближенно будет отношение двух квадратов, да? Двух целочисленных квадратов, площадей таких целочисленных квадратов, приближенно равна двух. Ну и можно перекинуть n квадрат сюда и записать это в таком виде, что n квадрат примерно равно 2 на n квадрат. Но в таком виде это уже интереснее, потому что это два целых числа. Целых положительных числа. То есть получается, что если у меня какая-то дробь приближает корень из двух, то тогда выполнено приблизительное равенство двух целых чисел. А что такое приблизительное равенство двух целых чисел? Вот в идеале, ну если они не могут быть друг другу равны, то в идеале, ну соседние, да, то есть как бы самое лучшее, что можно придумать в этом случае, это соседние. Ну вот соответствующую задачу найти все такие целые числа m и n, все пары целых чисел m и n, такие, что квадрат m минус удвоенный квадрат n равно плюс-минус 1, называют уравнением Пелля. Но однако Пелль, судя по всему, к нему отношения не имел, а выдумал его все тот же Пьер Ферма, который оставил нам самую великую загадку всех времен, рассказанную в 1994 году. Вот, то есть это уравнение, его написал Ферма, ну и там его некоторое время решали, сейчас известны абсолютно все решения и методы их получения, и известно, вот, значит, доказана теорема, да, ну это там немножко больше, чем одна лекция, и тут нужны некоторые математические навыки, чтобы доказать. Короче, вот все ее решения, это все обрубления вот этой вот дроби. То есть все, которые мы будем получать так, они получаются таким образом. Ну, например, 1, это что такое? 1 разделить на 1, ну, мы теперь подставляем 1 в квадрате минус 2 жда 1 в квадрате, это минус 1, ну, пока все очевидно, да? Следующее, что будет? Три вторых, три вторых. Высчитаем 3 в квадрате, это что? 9. Минус 2 жда 2 в квадрате? 9 минус 8, плюс 1, да? Так, давайте здесь обрубим. 2 плюс 1 вторая, это 5 вторых, переворачиваем 2 пятых, получается 7 пятых. 7 квадрата, это что? 49. 5 квадрат? Удвоенный 50. 49 минус 50, опять получается минус 1. Через раз 100 минус 100 плюс. Так, а здесь? Попробуем в гуме. Ну, вначале то же самое, 5 вторых, 2 пятых, да? Теперь 2 плюс 2 пятых. Стоп, у меня быстро 2 плюс 2 пятых. Видит роли? 12 пятых. Переворачиваем. 5 двенадцатых, прибавляем единицу. 17 двенадцатых. Кто помнит квадрат числа 17? 289. Да. А кто помнит квадрат числа 12? 144. Черное в квадрате не мог быть нечетным. 144. Умножаем 144 на 2. Опять попадание. 289 минус 288. Это плюс единица. Ну, вот так будет шаг за шагом продолжаться. Вот это приближение уже очень точное, достаточно точное. Оно играет некоторую особую роль. Сейчас мы его посчитаем. Во-первых, тоже оно было где-то исторически, а значит, оно как приближение для диагонали квадрата где-то выпадало исторически. Во-вторых, оно имеет отношение к некоторому вполне знакомому вам всем объекту. Сейчас вот Сергей уже готовится его предъявить, но пока не предъявляй. Вот. Давайте быстро, сейчас, значит, будем быстро считать. 5 вторых, 2 пятых, 12 пятых, 5 двенадцатых. Только теперь нужно два прибавить, а не один. Пишите, пишите. Не 17 двенадцатых, а 29 двенадцатых. Пишите. Ну, давайте в уме. 12 двадцать девятых. 12 двадцать девятых плюс 2. 12 плюс 2, что 29, делить на 29. 80. 70. Чуть-чуть, да. 70 двадцать девятых. Переворачиваем 29 семидесятых и проверяем в единицу. Так, значит, получается число 99 семидесятых. Прежде всего, калькулятор. Сейчас мы посмотрим, на сколько он отличается от корня из двух. Вот здесь мы посмотрим, чему равен корня из двух, а здесь чему равен 99 семидесятых. 1,4, 1,4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 3. Так, а этот? Может, кто-то помнит? До такого знака никто не помнит. Даже я. Понятно. Примерно то же самое. Но? 41, 42, 13, 56. Отлично. Достаточно, да. Итак, на этот раз нас дурили в течение четырех десятичных знаков. Ну и это число даже поменьше. Там были 355, 113 для пи, а здесь 99 семидесятых. То есть, взяв задачу найти наилучшее приближение корня из двух в рамках дробей, у которых числитель есть 12 и не больше 100, мы получаем 99 семидесятых и приближение точное с точностью до одной десятитысячной. То есть, для любых, там, практических вычислений вполне годное. Вот это вот приближение было известно. А что будет, если я умножу на 3 и 29 и 70? Что у меня получится? Какая дробь? 297 на 210. А что такое 97 и 210? Ну, ладно, по нигде, наверное, еще не знают. Сергей, показывай. Это размер обычного листа А4, который вы видели сто раз в жизни. В длину ровно 217 миллиметров, в ширину ровно 210 миллиметров. А почему так все устроено? Почему лист, ну, как бы, его хотелось бы вообще сделать вот именно корень из двух, но это не получается, потому что корень из двух это не дробь. Поэтому взяли некое приближенное значение и сделали так. А почему именно, почему лист, вот, желательно, чтобы был именно размера, что вот эта единица измерения, здесь корень из двух, ну, как бы, почему эта сторона должна быть в корень из двух раз больше, чем эта сторона? Давайте подумаем вместе. Чтобы при делении получилась такая... Молодец! Чтобы при делении получилась та же пропорция. То есть, если у меня вот эта вот неизвестная личина равна х, то я хочу, чтобы отношение х к единице, это отношение длинной к маленькой к большому везде, было такое же, как большой к маленькой в малом везде, но в малом везде, наоборот, единица здесь, а тут половина от х. Понятно, или я ускорился слишком быстро? Понятно, да? То есть, вот разделили, вот здесь длинная стала короткой-старой, а короткая стала половиной старой-длинной. И получилось требование, чтобы была такая пропорция, что в точности опять приводит к тому же. Это 2 денег на х, и получается уравнение х на х равно 2, то есть, определяет корень из двух именно, что корень из двух, раз, вот, да. И если у вас здесь был какой-то портрет, и написано, там, ищется преступник, и если нужно везде повесить этот портрет, и у вас бумаги мало, вы режете пополам, фотографию нарепляете, и преступник не становится ни шире, ни уже, у него те же самые пропорции лица. То есть, важно, чтобы половина имела те же пропорции, что и целый лист. Поэтому и корень из двух. Вот, видите, преступник и 2 преступника. Вот, ну и на самом деле, есть еще один классный метод. Сколько у нас времени еще? 7 минут. Есть еще один классный метод почтения приближений. Давайте я вам расскажу, но не на примере корней из двух пока, а на примере корней из трех. Про корень из трех тоже есть там некая цепная дробь, и тоже можно брать ее, сказать, эти самые, ее этажи, и будет получаться то, что надо. И она тоже будет бесконечной, то есть корень из трех тоже не является дробью. Но вообще дробью не является, ни из какого числа корень не будет дробью, кроме случая, когда он нацело просто вычислился. То есть, ну, корень из четырех – это двойка, понятно, что. Двойка – это просто целое число. Но вот если корень из целого числа нацело не извлекается, то то, что получается, никогда не будет и дробью тоже. Это вот такая тоже теорема, которую надо с немножко больше техникой доказывать. Ну, а сейчас я расскажу про корень из трех, как приближать корень из трех. Корень из двух тоже можно вот таким же методом приближать, но, значит, чтобы просто было повеселее, корень из двух уже нас задолбал, скорее всего, давайте возьмем именно корень из трех. Вот, смотрите, сейчас я запишу некоторое, значит, странное выражение. Я пишу два плюс корень из трех. Теперь я его возвожу в какую-нибудь степень. Ну, давайте разведем его в четвертую степень. Знаете, бином Ньютона? Или еще нет? Давайте сейчас вспомним, что такое бином Ньютона. А плюс Б в квадрате. Это что? Кто помнит? Так, А плюс Б в кубе. Кто помнит? Куб. Три. Квадрат Б. Три АБ квадрат. И Б в куб. А если я в четвертую возведу, это все равно, чтобы вот этот квадрат возвести. И если все перевести, в общем, будет так. 4 А в кубе Б. Шесть раз А в квадрат Б в квадрат. Четыре раза АБ в кубе. И Б в четвертой. Теперь как вообще это делать? Вот что будет, если я возведу степень Н? А вот здесь будут некие коэффициенты, которые вместо 4, 6 и 4, да? Первый из них будет просто Н. Н А в Н минус первый Б. Потом будет, на самом деле, Н на Н минус один пополам стоять при А в Н минус второй Б квадрат. Ну и просто для того, чтобы вы знали. При А в Н минус катой на П в катой стоит некое странное выражение, а именно Н умноженное Н минус один умноженное Н минус два и так далее на Н минус К плюс один. А в знаменателе К на К минус один и так далее на два на один, которое вы знаете такое выражение, да? Произведение подряды дающих чисел. Поле чудес, конечно, фактически. Нет. Поле чудес играешь? Поле чудес? Хорошо. Играем. Итак, если я умножу подряд все числа от 1 до К, то это будет что-то начинающееся на F. Факториал. Ну да, все. Это будет факториал. О, я угадал с коричневым коробочек для букв. Итак, это называется К факториал. Факториал числа К. Ну и это тоже можно представить как Н факториал делить на Н минус К факториал. В общем, вот в силу науки, которая большая, ну, как большая, нужно просто посмотреть, как возникают те единые выражения вот такого вида, когда вы раскрываете скобки. То есть это не плохо, если так сложно. Получается вот такая формула для коэффициента. Ну а дальше они будут как бы в обратную сторону устроены так же, будет, то есть симметрично. А, Н, А, Б, В минус 1 плюс Б, В. Ну хорошо, давайте запишем в четвертой степени, и там возникнет вот некий фокус, который как потом, если для любой степени провести, он тоже возникает. Вот я беру в четвертую степень, и возложу. Ну давайте попробуем. Два в четвертой это что? Так. Дальше четыре раза по два в кубе. То есть по восемь. И на корень из трех. Дальше шесть раз по два в квадрате. По корень из трех в квадрате. Три. Плюс четыре раза по два по корень из трех в кубе. Но корень из трех в кубе это корень из трех в квадрате и еще раз на корень из трех. То есть три корня из трех. Ну и наконец корень из трех в четвертой степени это? Дальше. Смотрите. Через раз идут те, которые с корнем из трех, и те, которые без него. Через один. Так всегда. Да, так будет всегда. И если я, например, запишу два минус корень из трех и возведу в четвертую степень, то будет почти то же самое. Разница будет только в том, что на нечетных местах будут стоять знаки минус, а на четных знаки плюс. Почему? Потому что минус единица возводится в несчертную степень, получается минус единица, а в четвертую получается плюс единица. То есть иными словами, иными словами, если вот это выражение полностью свернуть, давайте его свернем, 16 плюс, что там, 12 на 6. 72, да? 72 плюс 16. 88. Еще 9. 27. А остальное все будет с корнем из трех. Сколько их будет? Их будет 32 плюс 24. 56, да? 56 корней из трех. Вот. То тогда вот это выражение будет равно 97 минус 56 корней из трех, потому что все, кто с корнем из трех, идут в минус, а все, кто без него, остаются плюсами. То есть получается вот это. Но это уже часть разгадки. А пока сама загадка. Значит, если мы не ошиблись, то Михаил, калькулятор Гбойл, 97, возводим квадрат. В девятом классе надо уже в уме. 9409. Сколько? 9409. Так. Теперь возводим квадрат 56. 3136. Теперь умножаем это число на 3. 3136. 9408. Ага! Видите? 97 в квадрате минус трижды на этот раз 56 в квадрате равно единице. Это тоже как бы уравнение пели, только новое для корня из трех. Для тройки написано, не для двойки. То есть мы получили таким образом решение уравнения целочисленного м квадрат минус три м квадрат равно единице. Вся уравнение. А? Плюс, минус. А вот минуса не бывает. Это отдельная задача на кружок математический. В случае корня из трех минуса не получится. Только плюс. В случае корня из двух будут чередоваться то плюс, то минус. В случае корня из двух тот же метод годится, только надо возводить в разной степени один плюс корень из двух. Какой-то там, например, в одиннадцатую степень воздеведение. Тогда будет с минусом выражение соответствующего м квадрат минус два м квадрат. А если двенадцатая степень, то будет с плюсом. А здесь будет всегда с плюсом. Ну, наверное, нужно фокус открыть все-таки, да? Фокус надо раскрыть и на этом завершить. Иначе будет нечестно. Я пришел под Новый год, показал фокус и ушел. Давайте я все-таки вам раскрою секрет, почему так выходит. Ну, давайте и то, и другое. Вот один плюс корень из двух. Если я разведу венную степень, получится m плюс n корней из двух. После того, как я соберу, ну, вместе все, которые с корнем из двух были, и все, которые без него. Но тогда один минус корень из двух венной будет равно m минус n корней из двух по вышеупормируементным причинам. Знак минус попадает в точности в те слагаемые, где корень из двух возвращается. А если четную степень, то минус становится плюсом, и корень из двух становится нормальным целым числом. Но тогда, что будет, если я перемножу эти два точдества? Один плюс корень из двух в степени n умножить на один минус корень из двух в степени n. С одной стороны, это то же самое, что m плюс n корней из двух умножить на m минус n корней из двух. А с другой стороны, это что? И это что? Ну, а это минус единица в n степени, то есть плюс-минус один. Вот все и доказано. Слева то минус единица, то плюс единица, то минус единица, то плюс единица. А справа m квадрат минус n квадрат, и каждый раз все больше и больше. Ой, я прошу прощения, здесь надо поставить k по понятным причинам, да? Иначе у меня и это, и это получается одно и то же число, явно это будет не так. То есть вот эта вот степень, когда мы степень представили вот таком виде, мы получили как раз решение, и вот это здесь доказано. А что получается с тройкой? А дело в том, что 2 плюс корень из трех умножить на 2 минус корень из трех, это что? 4 минус 3 минус. Да, это плюс 1, поэтому всегда будет с плюсом. То же самое, те же разнообразия будут, только всегда будет с плюсом. Плюс 3. Вот, а почему m квадрат минус 2n квадрат не может быть равно минус 1, это делается с помощью арифметических остатков от деления на 4. Я думаю, что вы сами это доделаете, если у вас будет какой-нибудь кружок про остатки. Вот, ну, собственно, вот небольшие зарисовки про квадратные корни, цепные дроби и приближение чисел. Всех с Новым Годом! Осталось здесь записать канал, на который я вас всех приглашаю. А вы пока, ребят, подумайте, у вас есть какие-нибудь вопросы? Да, вопросы добавятся, конечно. А пятерка только получится с пятеркой? Конечно. Конечно, получится. Единственное, что нужно угадать первое решение. Тут всегда... Вот самое сложное в этой науке, в диапазоне управления, угадать первое решение. С корнем из двух, с корнем из трех мы это смогли сделать, а с пятеркой надо придумать первые какие-нибудь целые числа, такие, что m квадрат минус 5n квадрат равно единице. Вот. Ну, можно поугадывать, да? Поугадывать, когда это будет так. Ну, если вы не хотите угадывать, тогда надо корень из пяти просто расходовать цепную дробь. Это тоже можно, конечно, сделать. Ну, кстати, можно действительно, почему бы не сделать. Корень из пяти это два плюс... Корень из пяти минус два, да? То есть два плюс один делить на... Вот тут нужна некоторая аритметика. Один делить на корень из пяти минус два. Что это такое? Избавление от рациональности в знаменателе, правда? Корень из пяти плюс два делить на... Пять минус четыре. А, то есть, а, тут все просто. Два плюс... То есть будет вот так, как я понял. Да? В общем-то. Якобы просто вот так будет. Но если я правильно написал, тогда девять четвертых, то есть девять квадрат минус пять, и четыре квадрат должно быть равно плюс минус единицы. Все, да? Все верно. Ну вот, а дальше берете девять... Плюс-минус единицы. Ну, как бы у нас получилось только плюс. Может ли быть минус один... Тут плюс... Тут ноль или один. Минус ноль или один. Да. Нет, почему-то... Вреди... Можно было бы себе представить, что четное минус пятью квадрат нечетного. А приори я не вижу причины, почему не может быть минус единица, но... Но... Ну, давайте проверим следующее, например. Сколько у нас будет? Шестнадцать-семнадцать четвертых? Четыре семнадцатых? Два плюс четыре семнадцатых? Это что? Тридцать восемь семнадцатых, да? Так, тридцать восемь квадрат ранее рекомендуется для подготовки к будущей серьезной жизни. Не к ЕГЭ, не к Олимпиадам, не к поступлению, а именно к будущей серьезной жизни. Чтобы проще было потом учиться математике. Там есть книга для скачивания свободного. Книга «Математика для гуманитария». Это ваше домашнее задание. На все каникулы прочесть целиком книгу «Математика для гуманитария», да? Вот, ну и хотя бы до половины. Как? Книга «Математика для гуманитария»? Да. Скачивайте, читайте. Так, что там еще есть? Ну, там много всякой осящины есть. Короче, вот эта вся империя, да, математическая империя. Сюда я вас и приглашаю. Вот. Спасибо. Еще вопрос, Кример, еще вопрос. У вас перед вами живой математик. Я спрашиваю, что-то мусило математик. Я спрашиваю, что ты нарисовал. Зажайте эту набору. Ну ладно, тогда мы подарим Руслан Матимовичу книгу Наталия Королева, отец. Ого! А там, о Королеве, да? С Новым Годом вас! Вот это да, спасибо огромное! Небольшое математическое империя. Значит, потяжелил, молил, жалкий проход, отборезу. Ну, я вам помогу, я вам помогу. Ничего-ничего, нормально. А вот что мучит меня в мотивации? Ладно, еще и с фотографиями. Спасибо! Вот британские ученые на Ютубе. Нюрс на 12-е. Ну, предположим, что это С. Все знают, чему равен С. Да. Да, да. Теперь добавим немножко нашей российской смекалки, да? 2 плюс 3 плюс 4, сколько будет? 9. 9, да? Хорошо, следующая тройка. 5 плюс 6 плюс 7. 18. 18. Следующая тройка. 27, да. Следующая тройка. Давайте мы это запишем. Ну и дальше все кратные 9, да? И это равно С. Выносим девятку за скобку. Что там будет? 1, 2, 1, и так далее. Ну это тот же прием, как Алексей Владимирович нам демонстрировал с цепными дробями. Мы же увидели, что там дальше Х. Значит, дальше у нас какое число вот в этой скобке? 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. Чему это равно? С. Мы получили уравнение. 1 плюс 9С равно С. Решите, пожалуйста, простейшее уравнение из 6 класса. А потом по-другому сгруппируйте. А потом по-другому. Что мы получим? Ну, быстрее. Переносим девятку на ту сторону. Получается С минус 9С. Давайте перенесем. 1 равняется минус 8С. С. И С равняется минус 1 восьмой. А на единиц зажерили я. Где? В общем, если вы по-другому сгруппируете, то тем же методом будет какой-нибудь четвертый. Давай по-другому сгруппируем. Давай по-другому сгруппируем. 2 плюс 3 плюс 4. Ой, а может кто-нибудь с вами там погруппируется прямо на этом? 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6. Сколько будет? Не, вот они вот прям. А, сори, сори. Вот так начнем. Давай, давай. Тут надо с хитростью, да. 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7. Сколько будет? Ну, давай. Иди, иди, иди. Тут, кстати говоря, тоже это вот то, что Гауэр делал. Это ведь тоже у нас альтентичная прогрессия. Это же у нас альтентичная прогрессия. 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7. Посмотрим на центральное число. Это пятерка. Так ведь? Средняя фактическая 5. А чисел у нас 5. Итого сколько будет? 5 на 5? 22. Хорошо. Следующая пятерка у нас будет 8, 9. 10, 11, 12. Сколько будет это в сумме? Где-то 10. Всего чисел 5? 5. Правильно. 50. Следующая пятерка. 13, 14, 15, 16, 17. Сколько будет? 75. Хорошо. Давайте мы это запишем. Тут у нас 1 плюс 2. Это сколько? 3. 3, да. 3 плюс 25, плюс 50, плюс 75. Сколько мы будем выносить за скобку? 3 плюс 25. 3 плюс 25. А в скобках будет 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 и так далее. Ну то есть там в скобке будет у нас какое число? То же самое число. С. Бесконечная сумма. Соответственно у нас получилось сравнение 3 плюс 25. С равно С. Давайте решим и сравним. 3 равняется минус 24С. И С у нас равно минус 1 восьмое. Если вы хотите по 7 группировать, то надо троечку оставить, надо 3 числа оставить. Если вы хотите по 9 группировать, то нужно оставить 4 числа и так далее. У вас всегда будет получаться минус 1 восьмое? Вот. Вот это меня мучает. Почему? Почему британские ученые… На самом деле минус 1 двенадцатая. Да. До сих пор не… Значит, на самом деле операции можно выполнять с бесконечными суммами только тогда, когда они что-то означают. Бесконечными суммами, бесконечными цепными дробями, бесконечными произведениями. То есть что такое бесконечная сумма? Это когда вы суммируете один за другим много раз. Ну и в пределе у вас получается что-то конкретное. Ну вот скажем, если я отрезал цепную дробь, то у вас получались дроби, которые все меньше и меньше отличаются друг от друга. 55-34, если сравнить с 89-55, то у вас получаются дроби, ну там они будут отличаться во втором или третьем знаке. Если вы возьмете следующую дробь из цепных дробей, 144-89, она еще в большем количестве знаков будет совпадать с предыдущими. То есть тут есть стабилизация на некотором числе конкретном. А если складывать там один плюс один плюс один и так далее, то оно ничему не равно, оно не является числом. А если не является числом, то и операции с ними неосмысленные. То есть как бы могут быть замечены какие-то случайные закономерности, которые... То есть так как S не является на самом деле числом, это просто надпись, бесконечная сумма какая-то есть и все. То на нее и не распространяются правила обычного действия. Понятно, что если вы складываете положительные числа, вы вряд ли получите минус одно восьмое. Но есть некоторый другой подход к нему, который называется комплексный анализ. Согласно этому другому подходу, она равна минус одной двенадцатой. Но тоже это ни в каком, ни в прямом смысле слова. То есть никакого точного равенства здесь нет. Просто есть там разные науки, да? Вот вместо этой суммы записывают обычно один плюс один на два веста и плюс один на три веста и плюс один на четыре веста и так далее. И если поставить S равно минус единицу, получится как раз один плюс два плюс три и так далее, да? Но ясно, что в прямом смысле слова сложить их нельзя. Однако, если я взял вот это как функцию от S, она называется зета-функция Римма, если что, то при некоторых S сложить вполне себе можно. Например, S равно 2. Эту функцию вычислил Леонард Тейлер. Один плюс одна четверть плюс одна девятая плюс одна шестнадцатая плюс подалее. Леонард Тейлер показал, что это π квадрат на шесть. Это такая мистическая формула. Да, если вы будете суммировать эти дроби, они будут приближаться, неограниченно приближаться к числу π квадрат на шесть. Никакой бесконечности входить не будут, в отличие от вот такой вот суммы. То есть каждое следующее лишь увеличивает степень приближенности к вот этому числу. И поэтому мы говорим, что в пределе оно ему равно. Бесконечная сумма равна. И вот если бесконечная сумма нормально себя ведет, вот так, типа она сходится куда-то, к какому-то числу. Тогда с ней можно выполнять операции, обозначать там ее заезд, какие-то выражения рассматривать, решать уравнение, как с обычными числями. Ну просто потому, что она есть обычное число. Вот. А вот если она ничему не равна, вот это на самом деле никакому числу не равна, то тогда, если мы обозначим заезд, ну как бы просто обозначили, ну мало ли как какие-то операции провели. То есть их как бы легитимность, правомерность этих операций, она отсутствует. Поэтому и получается Бог знает, что угодно. Вы поняли, что мы вернулись к началу, с чего мы начали. То есть при Пифагоре вот это не считали числом, а сейчас вот это не считали. То есть ваша задача, как математика, показать число это или не число. Есть нестандартный анализ, в нем действительно это становится числом. Но в нестандартном анализе немножко другие правила действия, правила работы. То есть есть такая наука, называется нестандартный анализ. В нем более все сложно и хитро. Но это рекомендуется доктором только после нормального полноценного курса обычного. Да, ИЗА. Ну что, поблагодарим Алексею Владимировичу. Спасибо. Хороших каникул. Спасибо большое. С снегом скорее. Хотел от вас на лучшее походить, когда планировали лезть. Адрес из зала. Так, еще раз. Адрес, если кто хочет найти. Адрес из зала. Адрес из зала. Ну вы всегда найдете просто по фамилии Саратеев. Саратеев можно набрать. Адрес из зала以及 в каркан Fen CE. Адрес из зала. Сейчас не так